Добрый вечер, уважаемые товарищи! Сегодня в прямом эфире, надеюсь, под пристальным вашим вниманием, размышления о судьбе школы, о судьбе народного образования в нашем городе. Вероятно, неправильно было бы говорить о благополучии школы в неблагополучном государстве. Но кризис в школе так глубок, что меры по выходу из него должны быть просто экстренными, как решили и вчера, и сегодня. Вы в студии познакомитесь с людьми, которым выпало на долю в какой-то степени поднимать народное образование. О каких-то мерах вы услышите, которые уже предпринимаются по улучшению народного образования. Во всяком случае, вы сегодня услышите несколько путей его преобразования. Что-то вы нам подскажете, уважаемые телезрители. Я познакомлю вас с теми, кто участвует сегодня в передаче. Вот, пойдем так, да? Олег Иванович Иванов, член Оргкомитета по социальной защите учителей. Рядом с ним Евгений Владимирович Кожара, он председатель Оргкомитета по социальной защите учителей. Олег Термалаевич Лебедев, исполняющий обязанности председателя Комитета по образованию Ленинграда. Андрей Владимирович Домбровский, член Комиссии Ленцовета по воспитанию и народному образованию. Павел Иванович Харин, председатель Обкома профсоюза работников народного образования. Дальше, Марк Иванович Башмаков. Марк Иванович, председатель Комиссии Ленцовета по воспитанию и народному образованию. И участвует у нас в программе сегодня, в передаче сегодня Сергей Владимирович Бурячко, учитель математики 610-й школы. Как вы уже успели догадаться и сориентироваться, в прямом эфире работают телефоны. Вы можете позвонить сразу же и задать вопросы или отдельно каждому из участников, или вопросы, на которые могут ответить любой из них. С участниками передачи я хотела бы договориться таким образом. Вот такую программу предлагаю вам. 15-20 минут мы рассказываем, сообщаем о том, что представляет собой народное образование сегодня. Остальное время посвятим ответам на звонки, на вопросы телезрителей. Нет возражений? Если нет возражений, то волнение позади, мы собрались. И первый вопрос я хотела бы адресовать Олегу Ермолаевичу. Давай, Санитаре. Вот какой вопрос. Олег Ермолаевич, вы впервые на телевидении? Нет, я уже имел возможность в воскресенье в лабиринте быть представленным телезрителем. Но надеемся, что сегодня у нас аудитория значительно больше. Поэтому я хотела бы, чтобы вы сразу рассказали, кто вы, как вы пришли в народное образование. Вас совсем недавно назначили исполняющим обязанности председателя комитета по образованию Ленинграда. Вот мне трудно выговаривать, потому что, во-первых, вы новый, во-вторых, даже название вашего комитета теперь уже новое. В нем пропало слово «народное». Ну, само понятие стало более широким. Я должен сказать несколько слов о себе? Да, пожалуйста. Я пришел в образование 35 лет тому назад, после окончания исторического факультета Ленинградского университета. Моя профессиональная деятельность в народном образовании условно делится на несколько этапов. Лет 10 больше я работал учителем, директором школы, заведующим отделом народного образования. В основном этот период приходится на Камчатку. Там я начинал свою педагогическую деятельность. Около 10 лет отдано работе в научно-исследовательском институте образования взрослых. Примерно лет 10 это педагогический институт, институты повышения квалификации педагогических кадров. И лет 5 это работа в качестве консультанта за границей на Кубе и в Мозамбике. Таким образом, я имел возможность изучить проблемы народного образования с различных точек зрения и на протяжении длительного периода времени. – Какое же наследство вам досталось? И ожидали ли вы, что когда-нибудь вы столкнетесь с таким наследством? – Видите ли, я пришел на работу в комитет с должности заместителя директора Ленинградского городского института совершенствования учителей по научной работе. И я имел возможность в течение последних почти двух лет познакомиться с проблемами ленинградского образования. Если говорить о наследстве, оно, наверное, одинаково во всех регионах. С моей точки зрения, ситуация в народном образовании, в том числе в Ленинграде, неоднозначна. И вот в каком отношении. С одной стороны, мы имеем достаточно широкомасштабные творческие поиски учителей. Мы имеем массу учителей в Ленинграде, которые работают очень интересно, творчески. Мы имеем много педагогических коллективов, которые пошли на достаточно крупные педагогические эксперименты. Евгений Владимирович Кожара, мой сосед, директор школы 255-й, если бы у него была возможность, он мог бы рассказать о том эксперименте, который идет на базе этой школы. И таких школ в Ленинграде сейчас много. Но вместе с тем, я чувствую, что творческий потенциал ленинградских учителей реализуется лишь частично. Видимо, это связано и со многими нерешенными организационно-педагогическими проблемами. Это связано и с нерешенными проблемами управления системой образования. В начале декабря, сравнительно недавно совсем, под Зеленогорском проходила проблемно-деловая игра, организованная комиссией по народному образованию и воспитанию, комиссией Ленсовета. Вот в ходе этой игры анализировались многие острые проблемы народного образования, и была сделана попытка разработать концепцию выхода из кризиса. Но, может быть, мы сделаем таким образом. Вот Сергей Владимирович, он учитель одной из школ, которая пытается работать по новой программе, решать инновационные задачи. Может быть, он скажет, какие трудности в этой инновационной деятельности возникает, вот, так сказать, взгляд снизу, взгляд от учительского стола. Пожалуйста, Сергей Владимирович. Я два слова тогда, буквально два слова скажу, что это за школа, как она образовалась. Значит, 610-я школа образовалась в 89-м году, сначала просто как гимназические классы 30-й школы. В рамках такой городской программы «Альтернативная школа» изначально пользовалась поддержкой Ленинградского научного центра Академии наук СССР, Государственного университета, ряда вузов Ленинграда и вот горячая, могу сказать, поддержка комиссии Ленсовета по образованию и воспитанию. Значит, основные идеи, которые здесь были заложены, что это должна быть школа городского конкурсного набора с углублённым изучением языков, общегуманитарного цикла, русской словесности, математики. И для работы в этой школе привлекались и привлекаются научные сотрудники, преподаватели Академии наук и ленинградских вузов. Вот, несмотря на такую поддержку с самого начала высших структур городских, школа столкнулась с значительными трудностями, так скажем, на местном, на районном уровне. Открывшись в 90-м году уже как самостоятельная школа со своим номером 610, Мы, по сути дела, вот уже год и низ на перспективы работаем, но в отсутствии постоянного помещения. То есть периодически переезжаем с одного места на другое, и вопрос этот на местном уровне постоянно торпедируется. Понятно. Скажите, пожалуйста, учителя вашей школы поддерживают забастовку 15-го числа? Видите ли, здесь ситуация несколько необычная. Дело в том, что наши учителя, как я уже сказал, это, как правило, преподаватели и научные работники. Там много и постоянных работников. Значит, мы стоим здесь на таких позициях. Безусловно, материально-техническое обеспечение современной школы и финансирование совершенно недостаточно для того, чтобы реализовывать любые, даже обычные, общеобразовательные программы, не говоря уже о каких-то повышенных задачах. Но мы считаем, что народное образование – это не та сфера, где нужно применять подобные методы воздействия. Спасибо большое. Пока мы еще вернемся к этому. У меня вопрос к вам. Андрей Владимирович, скажите, пожалуйста, мы читали все, что разработана концепция новой школы. Что это за концепция? Тоже коротко, в двух словах, чисто информационно. Я предупредила телезрителей, что мы еще, наша передача носит информационный характер. Конечно. Я бы хотел продолжить ту мысль, с которой начал Сергей Владимирович. Комиссия тоже с самых буквально первых шагов своей деятельности столкнулась с массой проблем, но проблемы были уже, наверное, вот какого плана. Это были проблемы полной практически неразработанности правовых вопросов в области народного образования. То есть надо понять, что мы вышли в чистое поле практически без всяких ориентиров, и все, что мы могли взять, мы брали изнутри. И с самого начала мы поставили перед собой вопрос о том, что действительно необходимы какие-то срочные меры, потому что школа в кризисном состоянии, но необходимо и видеть ту перспективу, на которую надо ориентироваться, чтобы принимать верные решения сейчас. И вот в этом плане первый шаг был чрезвычайно важный, сделан комиссией. И я думаю, что мы вот в этом отношении очень хорошую почву подготовили для Олега Ермолаевича. Лебедева. Значит, был подписан протокол о разграничении полномочий между Министерством образования РСФСР и Ленсоветом. Согласно этому протоколу, права Ленсовета и Ленинградского комитета по народному образованию существенно будут расширены, и фактически председатель комитета будет находиться в ранге заместителя министра образования РСФСР. Далее. В комиссию поступало с самого начала и сейчас продолжает поступать масса обращений от отдельных граждан, от педагогических коллективов, от предприятий с просьбой дать им возможность организовать школу. Вот мы часто говорим, что сейчас рушатся шефские связи какие-то, школы не получают поддержки. И в то же время у нас есть масса предложений от предприятий, готовых учредить свою школу. Но на сегодняшний день вот такого механизма учреждения негосударственных школ его просто нет. Поэтому сегодня, в частности, на комиссии был решен чрезвычайно важный вопрос. Было принято в первом чтении временное положение о порядке регистрации негосударственных учебных заведений. Это тот документ, который должен создать нормальную правовую практику и дать возможность тем, кто хочет и может, открывать новые учебные заведения. Очень важным является положение об учебных округах. Основные его моменты были опубликованы в газете «Вечерний Ленинград» в конце декабря. Учебный округ или школьный округ, так его, наверное, было бы правильнее назвать, это та общественная структура, которая сейчас жизненно необходима, если мы действительно хотим связать школу с рыночной экономикой. Это фактически орган общественного самоуправления, которое участвует во всех вопросах жизнедеятельности школы, прежде всего государственной школы. У нас на сегодняшний день ведь крайне неприятные складываются отношения зачастую между школами и родителями, между учащимися и школой. И причина всех этих неприятностей заключается в том, что отсутствует какое бы то ни было правовое регулирование этих вопросов. И вот положение об учебных округах, оно как раз и закладывает фундамент вот этих отношений на правовом уровне. Это прекрасно, если это будет так. Если это действительно будет так. Потому что мы, по-моему, здесь уже дошли до ручки, когда предприятия отказываются платить. Вот это, я думаю, что-то спасет. Надо искать новые формы сотрудничества между школами и предприятиями, которые соответствовали бы сегодняшней реальной ситуации. И я хотел бы поддержать вот ту мысль, которую высказал Андрей Владимирович вот в связи с учебными округами, хотя проблема выходит и за рамки вот этого вопроса. Это проблема повышения роли семьи в выборе, так сказать, образовательного маршрута для ребенка. Право выбора школы, где может учиться ребенок. Право выбора определенной образовательной программы. Ибо выбирая, семья не только учитывает свои, так сказать, особенности, но и вместе с тем будет повышаться и ответственность семьи за выбор той образовательной программы, которую она делает. Итак, давайте в чисто информационном плане определимся, что у нас есть. Есть новая концепция. Складывается новая концепция. Складывается новая концепция. Хотя, если честно, дайте я все-таки заранню немножко сомнения в вашей душе. На моей памяти было очень много концепций, но очень немногие из них принимались должным образом, и очень немногие из них увидели хороший конец. Вы знаете, есть первая ласточка. Вот это чисто случайное, я должен заверить всех здесь присутствующих и телезрителей, совпадение чисто случайное. Но именно 15-го числа, на которое назначена забастовка, должна открыться первая платная школа в городе Ленинграде. Так что первые ласточки уже есть, и мы не заняты просто разработкой каких-то абстрактных концепций, а мы заняты конкретной помощью людям, которые хотят двигать дело народного образования вперёд. Но в то же время нас чрезвычайно волнуют вопросы и нынешнего положения школы, государственной школы, которая действительно находится в кризисном состоянии. Вообще-то, наверное, мы не должны были бы так уж радоваться платной школе. У нас сейчас всё платное, и мы всему радуемся. Но в данном случае пусть будет хотя бы платная школа, которая способна дать ребёнку нормальное образование. Вообще, как возможность всё-таки какого-то нового варианта образования, естественно, не главного, но какая это возможность нового подхода? Хотя, если верить высказываниям товарищей учёных, симпатичным высказываниям, то они говорят, что образование – это не сумма знаний и не набор методик, а культура. Они говорят о том, что демократия – это не указы, не приказы и не распоряжения, а культура. Они говорят о том, что экономика – это не деньги, извините, а культура. Вот как тут быть. Теперь, в чисто информационном плане, опять же, значит, что мы имеем? Складывается новая концепция, как я начала говорить. Есть уже утверждена 40-процентная надбавка учителям к зарплате. Она, правда, из бюджетов. Вы киваете головой, что это не так. И на 15-е число назначена забастовка учителей. Пожалуйста, кто из вас из Оргкомитета по этому поводу хотел бы сказать? Ну, я хотел, во-первых, поддержать мысль, что вот «Ласточка» рождается, а вот в нашей школе творчества, нашей «Ласточке» 2,5 года, ей уже голову открутили. Понимаете, хотя эксперимент прекрасный, приезжает и из-за границы, и из других городов, но ситуация такова, что «Ласточка» умирает. Вот в этот же момент, когда другая рождается. Это о чем-то говорит. Ну, я думаю, вернемся к вопросу забастовки. Здесь бы хотелось просто в чисто информационном плане рассказать очень кратко о том, что сделал Оргкомитет. Значит, за время после второй конференции Оргкомитет провел несколько совещаний и заседаний с представителями различных отделов Ленгорисполкома. Вчера, 9-го числа, состоялась большая пресс-конференция в Белом зале Мариинского дворца, где присутствовал новый зампредседатель Ленгорисполкома, товарищ Мациевский, и представители всех отделов и служб Ленгорисполкома. Разговор был очень серьезный и обстоятельный. О итогах этой конференции вы видели в программе «Факт» и сегодня по радио. Я останавливаться не буду. Но после конференции члены Оргкомитета были приглашены к председателю Ленинградского совета товарищу Собчаку. И вот здесь состоялся довольно обстоятельный, интересный разговор, который, в общем-то, где-то Оргкомитет, его представителей заставил о многом задуматься. И мне бы хотелось дать небольшую информацию о том, что сказал Анатолий Александрович Собчак. Во-первых, он был просто где-то удивлен тем, что, в общем-то, учителя готовы 15-го числа обоставать. Он сказал так, что он занимается вопросами города, транспорта, метро, но учителя интеллигентные люди. Они терпели, считал, в общем-то, Собчак. И вдруг неожиданно является Оргкомитет и говорит о том, что 15-го готовится общегородская забастовка. Состоялся обстоятельный разговор. Завтра собирается в 10 часов президиум Ленсовета. На президиум приглашены все председатели советов районов Ленинграда. Значит, будет принято специальное обращение к учителям, к родителям наших детей. Будет принято специальное решение по выполнению требований Оргкомитета и Второй конференции учителей города. Собчак заверил также в том, что как член планово-бюджетной комиссии СССР, Верховного Совета СССР, он обязательно будет ставить вопрос о том, чтобы информировать, значит, правительство, информировать Верховный Совет СССР о том, что необходимо выделить специальные деньги на народное образование. Ибо Оргкомитет, как вы знаете, ставит вопрос о том, что те 40%, которые пока даны до правительственного решения непосредственно Ленгорсоветом, это не выход из положения. Эти проценты, 40%, нужно оставить, но 40% должны получить учителя либо от правительства Союза, либо от правительства России. Вот краткая информация о том, что состоялось. Поэтому Оргкомитет закончил заседание вчера в 22 часа вечера. И решение было принято следующее. Забастовка зависит от самых трудовых коллективов. Они принимали это решение тайным голосованием. Но Оргкомитет рекомендовал бы дождаться решения Ленсовета, значит, дождаться обращения президиума Ленсовета, которое появится в субботу во всех газетах. И, наверное, тогда уже каждый трудовой коллектив и Оргкомитет, который соберется, примет окончательное решение по забастовке 15-го числа. Вот вам и первый вопрос тогда. Я прошу прощения, так много уже вопросов, что у меня есть желание перейти к вопросам. Ладно? Конечно. Ладно, да? Пожалуйста, вам первый вопрос. Какая часть учителей будет бастовать? Должны ли бастовать родители? И что будет, если предприятия начнут бастовать? Пожалуйста, вы решите, кто ответит на этот вопрос. Товарищ Николаева, НИ, по-моему, да? Вопрос готов. Значит, по подсчётам Оргкомитета выходит на забастовку в городе более 520 школ. Это почти 80%. Но, к сожалению, некоторые коллективы неправильно поняли решение конференции. И я хотел бы сразу предупредить. Шёл разговор и принято решение о однодневной забастовке. Никаких двухдневных, многодневных забастовок, конечно, быть не будет. Не должно быть. Ибо это юридически неправильно. Естественно, родители, я думаю, бастовать не должны. Родители должны поддержать учителей, которые воспитывают их детей в крайне сложных условиях, поддержать их в своих трудовых коллективах, поставить вопросы перед своими советами трудовыми коллективами, перед руководителями предприятиями, чтобы они оказали помощь народному образованию. Ну и, наверное, я думаю, что предприятия здесь, поняв родителей, должны повернуться лицом в школе, несмотря на сложный новый хозяйственный механизм и новые рыночные условия. И вот ещё вопрос с Колосовой Людмилой Михайловной. Когда будут заботиться о школьниках и защищать их права? Я полагаю, что защищая права учителей, мы в первую очередь защищаем и права учителей. Правда? Так, наверное, Олег Ермолаевич? Я думаю, что совершенно верно. Евгений Владимирович, выступая с двух позиций, наверное, мог бы ответить на этот вопрос. Вы знаете, когда будут... В 204-й школе Дзержинского района, восьмых классов, полгода не ведутся уроки математики. Как учащиеся будут сдавать экзамены по математике? Если бы только в одной этой... Если бы только в 204-й школе. По данным кадровой службы комитета, на сегодня не замещено 686 учительских вакансий. Из многих школ, от многих родителей идут жалобы на то, что не ведутся уроки нет учителей. По имеющимся у нас данным, в прошлом учебном году ушло из системы образования в другие системы 746 учителей. И те проблемы, которые поднимались только что, в социальное положение учителя, защищенность учителя, его материальное положение напрямую с этим связано. Не решим эти проблемы, ситуация будет обостряться. То, что касается 204-й школы, я переговорю с директором. Если будет у нас какая-то возможность помочь этой школе, мы используем эту возможность. Но ситуация, повторяю, очень сложная во многих школах. Вопрос Регины Викторовны относительно музыкальных руководителей дошкольных учреждений, которые остались вне поля зрения при повышении заработной платы работникам дошкольных учреждений. Регина Викторовна, если есть специальные уточнения, необходимо сделать относительно этой категории, будьте добры, по телефону 319-91-79, это мой телефон, 319-91-79. Что вы сейчас сделали? Вы погибли. Нет, это телефон приемный. Мы будем, так сказать, готовы отвечать на звонки. И мы с нашими товарищами из планового финансового управления уточним эту ситуацию. Вопрос Сергея Борисовича Константинова о будущем профтехобразования, так как главное управление профтехобразования не ликвидировано. Вопросами профтехобразования занимается комитет по образованию. В новой структуре комитета предусмотрено создание управления по развитию системы профтехобразования. Проблем в этой сфере возникает много, и мы думаем, что они будут предметом специального рассмотрения в Ленсовете. Марк Иванович, ну, примерно через полгода... Вот так, потому что надо очень серьезно проработать этот вопрос. Здесь много сложных вещей. Такой прямой вопрос, товарищ Ильяновый. Может город решить проблемы школ в условиях рыночной экономики? Если город хочет иметь школу, то он должен решить эти проблемы. Прошу извинить, если спутаю отчество. Светлана Аполлинарьевна, предусматривается ли обучение детей-инвалидов здесь какая-то, вот, видимо, сложная ситуация, требующая индивидуального решения. Просьба позвонить по тому же телефону, мы уточним, 319-91-79. Почему вопрос Олега Борисовича Островского? Почему преподаватель ПИДВУЗа получает меньше, чем учитель в школе при равной нагрузке? Мне не совсем понятно. Насколько я знаю, низшая ставка преподавателя ПИДВУЗа ассистента 160 рублей, а низшая ставка преподавателя школы 130 рублей и даже 110 рублей. Надо уточнить ситуацию, о которой идет речь. Будут ли техникумы платные и какая будет стипендия? Ничего не могу ответить. Комитет по образованию техниками не ведает. Вопрос, товарища Сорокина. Предусматривается ли 40-процентная прибавка только учителям средних школ, или она коснется преподавателей техникам и так далее? Павел Иванович отвечал на этот вопрос. Не очень добрый вопрос. За что повышать зарплату методистам? Я думаю, зарплату методистам надо повышать для того, чтобы среди методистов были наиболее квалифицированные учителя, которые могут оказать помощь учителю. И я должен сказать, вот я знаю Ленинградскую методическую службу, и с моей точки зрения, в ней достаточно много квалифицированных методистов, которые вполне заслуживают этой прибавки. Прошу прощения, еще один недобрый вопрос. Для чего создан комитет по образованию, если есть РАНО? Сколько чиновников от образования приходится на учителей? Комитет по образованию создан потому, что город представляет собой целостную структуру, которую нельзя растащить на районы. Мы думаем, что все оперативные вопросы руководства учебно-воспитательными учреждениями будут решаться на уровне РАНО. А задача комитета – определение стратегии развития принципиальных вопросов. Много ли чиновников от образования приходится на учителей? У нас 25 600 учителей в школах города, примерно такое же число дошкольных работников. На них будет приходиться 100 работников комитета. Так, будут ли добавки за совмещение и классное руководство? Павел Иванович, у меня что-то непонятный вопрос по классному руководству. Доплата есть. Или будет ли увеличена добавка за... Увеличена, наверное. Разговор идёт о том, что она должна быть увеличена как минимум ещё на 20-30 рублей. То есть не 30 рублей, которые сейчас платят за обучение, за воспитание, а 50-60 рублей. Это в требованиях. Это есть в требованиях. Вопросы, прозвучавшие к вам, адресованных, прозвучал вопрос об оборудовании наших школ, дошкольных учреждений техническим средством обучения, другой материальной базой. Хотелось бы сказать, вот интересную статистику мне дали, привести накануне этой передачи. Дело в том, что мы должны обратиться сегодня ко всем ленинградским предприятиям, ко всем ленинградцам. Это спрашивает Симонова. Она приняла решение о том, что мы рекомендуем проведение однодневной общей ленинградской забастовки. И вот это и есть, это приобретает юридическую силу. Потому что это всё связано с юристами, мы с ними консультировались. Но я хочу одновременно сказать, что сейчас стоит вопрос об организации Всероссийского комитета социальной защиты учителей. И мы должны собрать такую конференцию, пригласить туда руководителей России. И если Россия не пойдёт на условия, которые мы выдали в их адрес, то сейчас возникает проблема организации всероссийской многодневной забастовки, которая начнётся 25 февраля, и Ленинград вместе с Москвой, инициаторы этой многодневной забастовки. Так, пожалуйста, у вас вопросы. Или вы хотите ещё, Олег Петрович? Последний вопрос тогда у меня. Он не последний, я полагаю, что вам ещё очень много вопросов будет. Вопрос, товарища Дёрничева, по-моему. Петроградский исполком не даёт здание под немецкую школу? Я хочу напомнить, что я исполняю свои обязанности председателя три дня. Поэтому о многих конкретных проблемах я просто не имею информации. О немецкой школе мне звонили вчера в 10 часов вечера. Могу сказать, что сегодня обнаружился возможный вариант этого решения. Но уверенно об этом я сказать не могу. Это требует гораздо большего времени для анализа. Олег Ербалович, в таком случае у меня вопрос. Будут ли возвращены школам те здания, которые у школ были отобраны? Их у нас в городе более чем достаточно. Что вам по этому поводу говорит Ленсовет? Ленсовет здесь присутствует. 147 школ, да. Что Ленсовет говорит по этому поводу? Это тяжелейшая проблема, которую, к сожалению, не решить на бумаге. В каждом из этих зданий сидят люди, работают те или иные учреждения. Но это мы видим чуть ли не главным направлением нашей работы. Уже сейчас подготовлены по ряду зданий решения. Но ведь надо сказать прямо. Вот Торзий Владимирович, он занимает его школа в здании школы. Это бывшая гимназия Литовского. Литовская, если я понимаю. И он кончал Дмитрий Сергеевич Лихачев. Там даже наше помещение. Вот рано, казалось бы. И этот кабинет. Валентина Владимировна Шутова, несмотря на повышение зарплаты учителям, они не отказываются от работы на полторы-две ставки, что отрицательно сказывается на качестве преподавания. Возможно ли дифференцированное вознаграждение за работу во избежание уравнений? Я должен сказать, что я ведь много встречался во время подготовки этой забастовки с учителями и выдерживал этот натиск. Потому что я сам считаю, что, конечно, надо увеличивать зарплату. Но вот так бороться, дайте нам 40, дайте 80, дайте 100% всем поровну, я считаю просто неправильным. Мало того, что инфляция через 2-3 месяца всё это сожрёт, и мы останемся в том же положении. Важно бороться за положение учительства. За то, чтобы у образования были деньги, которыми оно могло бы распорядиться. Я был в школе, директор мне говорит 3 дня назад, вот если бы те 15%, которые я получил за дополнительные, дали бы не всем поровну, а коллективу школы, которую он мог бы дифференцированно распределить, это было бы много. Я говорил бы, да, да и да. Наша комиссия будет разрабатывать ряд документов, для того, чтобы школа имела возможность дифференцированно оплачивать работу учителя. И первым шагом будет контрактная система. Вот мы будем создавать городскую систему школ, и первым условием для перехода школы вот в городской уровень будет согласие, переход на контрактную систему работы учителя. А контракт, это контракт.